Еще раз привет. Время для еще одного пробного урока. Итак, сегодня мы рассмотрим, как использовать ваш шпиндельный зонт, установив рабочее смещение. Но также углубимся в некоторые из тех дополнительных действий, о которых вы, возможно, не подозревали, находятся всего в одном клике от Insight of Fusion. Так тебе надоело рыскать по руководствам, пытаясь найти правильные макросы для вызова? Ты понял, что можешь делать все это изнутри Fusion. Надеюсь, к концу этого видео ты усвоишь несколько полезных советов и получишь максимальную отдачу от своего шпиндельного зонда. Итак, сегодня мы собираемся сделать нашу надежную открывалку для бутылок Autodesk. Я сбился со счета, сколько их мне пришлось сделать сейчас. Так что мы собираемся начать с нашего обычного материала прямоугольной формы, который пойдет в наш ленвес для 10-й операции. В конце этого у нас будет что-то, что немного похоже на это. Так что у нас будет место, где мы все еще остываем внизу, а затем поверхность машины сверху. Мы собираемся перевернуть это и поместить в наш набор мягких челюстей, где мы также обработаем верхнюю часть этого компонента. Итак, еще раз, у нас есть настройка нашей части в нашем Landwise. Давай перейдем в Fusion и посмотрим, как мы собираемся это запрограммировать. Здесь у нас есть наши проекты. У нас есть наши настройки для наших мягких челюстей, а затем две настройки, которые составляют нашу часть, операция 10 и операция 20 для OP10. Это хорошая, простая прямоугольная заготовка. Итак, первое, что я хочу сделать, это настроить свои данные X и Y. Так что давай перейдем на нашу вкладку зондирования и выберем Probe UC. Я собираюсь выбрать свой инструмент из нашей облачной библиотеки, а затем просто выбрать верхнюю фазу. Вот, предполагается, что я хочу выполнить зондирование в прямоугольнике к C1 Street, но мы можем сделать гораздо больше, чем просто установить наши данные. В прошлом у нас были проблемы с тем, что концы стержней включались в наш материал и не замечались. Это обычно раздражает и приводит к тому, что часть ломается без очистки. Но большая проблема в том, что если мы получим заготовку большого размера, это значительно увеличит наш первоначальный шаг при первом проходе. И в худшем случае это сломает наш инструмент. Итак, что я собираюсь здесь сделать, так это применить допуск, и я рад, что наш запас будет на полмиллиметра больше или меньше. Так что это мой допуск. Тогда я пойду и включу действие неправильного размера. Так что это не только установит мои исходные данные X и Y, но и проверит, соответствует ли размер моего материала этим допуском. Так что теперь в разделе «Настройка моего положения Z» снова выберите поверхность. Теперь мне нужно просто изменить это на выделение этой Z-поверхности. Я могу либо придерживаться значения по умолчанию «Центр», либо выбрать точку выбора, на которую я нажал изначально. Вместо того, чтобы проверять размер здесь, мне нужно проверить положение. Если моя часть будет слишком низкой, то я потенциально столкнусь со своими челюстями. Если она будет слишком высокой, то у меня есть шанс, что я, возможно, неправильно загрузил компонент. Опять же, я доволен половиной миллиметра в любом направлении. Давай включим действие из положения. Порядок, в котором ты выбираешь эти операции, действительно имеет большое значение. Если ты исследуешь небольшую поверхность в Z, то я бы всегда рекомендовал сначала исследовать X и Y. Это потому, что ты будешь зондировать X и Y и устанавливать исходные данные. И это, конечно, повлияет на положение, в котором ты зондируешь Z, убедившись, что ты каждый раз зондируешь правильное положение. Так давай создадим программу ЧПУ и запустим это на нашей машине. Так давай запустим нашу программу. Но первый запомни, хотя мы запрограммировали вливание UC, нам нужно убедиться, что мы настроили его примерно правильно первой, прежде чем мы начнем. Мы не можем просто вставить деталь и надеяться, что найдем ее. Для начала нам придется настроить это вручную, но это великолепно для повторного производства. Так что теперь мы собираемся начать делать наш XID-детом. Итак, мы собираемся исследовать вдоль X1-стрит. Это идеально. Теперь мы собираемся двигаться вдоль нашей оси Y. Так что, надеюсь, если наша заготовка подходящего размера, у нас не будет никаких сигналов тревоги на машине, и мы продолжим нашу работу. Теперь мы установили наш Z, и он также проверил его положение, чтобы убедиться, что мы находимся в правильном месте с точностью до полумиллиметра. Теперь на нашем цикле. Вот и закончилась наша десятая операция. Теперь мы закончили нашу десятую часть, и мы собираемся взглянуть на операцию 20. Итак, у нас здесь есть наши мягкие челюсти, и я собираюсь перевернуть деталь и найти ее в этих. Моей исходной точкой будет нижняя часть этих мягких челюстей. Теперь я очень уверен, что это не изменится от части к части, так что мне нет необходимости прощупывать это. И мы также получаем довольно хорошее расположение в X и Y, так что я не думаю, что это сильно изменится. Но у нас недавно было несколько ошибок при изготовлении этих деталей, поэтому я хочу попробовать использовать наше исследование UC, чтобы этого не произошло. Итак, когда мы переворачиваем нашу часть и помещаем ее в наши мягкие челюсти, у меня действительно есть только X и Y этого необработанного блока для исследования. Теперь это будет недостаточно точно для того, что я хочу, но что я могу сделать, так это подождать, пока я обработаю верхнюю грань детали, чтобы затем обнажить это отверстие. Итак, что я собираюсь сделать, так это снять крышку, обнажить это отверстие, войти со своим зондом, затем прощупать это отверстие, выяснить, в правильном ли оно месте. Уточни мои данные, а затем продолжай гравировку и снятие фасок. Это показывает, что операция Probe UC не обязательно должна выполняться в самом начале, она может быть выполнена на полпути. Как только вы действительно предоставите дополнительные функции Probe. Так что давай, давай изменим эти недостатки и продолжим. Так что я собираюсь здесь делать. Я на самом деле использую одну из частей, которые я сделал ранее. Я собираюсь закрепить это и установить смещение G55, на этот раз на дно и на это отверстие. Это даст мне действительно хорошее место, чтобы начать доработку каждой детали с этого момента. Так что пока я это настраиваю, почему бы нам не вернуться в Diffusion и не посмотреть, как мы собираемся это сделать в программе. Так что ты можешь видеть здесь для нашего OP20, у нас есть наша исходная точка, расположенная на дне этого отверстия. Так что я собираюсь сделать, это зайти на нашу вкладку Зондирование, сделать еще один элемент зондирования UC. Выбери это отверстие и примени 0,2 мм в качестве допуска. Тогда перейди на вкладку Мои действия и примени действия вне позиции. Так что как и раньше, это будет зондировать путь, а затем сигнализировать, если мы вне позиции. Итак, еще раз, давай просто перетащим это в нужное место, так что я хочу, чтобы это было сразу после того, как я пройду облицовку. И я собираюсь создать программу ЧПУ и выполнить последующую обработку. Так что давайте запустим тот цикл, который мы только что опубликовали из Fusion. Продолжение следует... Вот и закончился наш OP-20. Итак, у нас есть наша завершенная часть, которую мы правильно датировали с обеих сторон. Так что все происходило идеально. Но что происходит, когда мы либо неправильно загружаем деталь, либо у нас неправильный размер? Мы можем начать смотреть на то, что там происходит. Теперь мы намеренно загрузили заготовку неправильного размера в нашу машину здесь, и мы собираемся снова запустить ту первоначальную программу. Так что теперь мы исследуем направление X. И мы получаем условия удержания подачи на машине и сигнал тревоги, говорящий о недопустимости. Так что я собираюсь продолжать, потому что я хочу увидеть, насколько мое почему-то же неверно. И снова мы получаем это из условия допуска и машины в трюме подачи. Так что я определенно не хочу продолжать сейчас. Поэтому я собираюсь нажать сброс, чтобы выйти из этой программы. Так что на самом деле есть способ сбора данных из этого, и это то, что называется результатами печати внутри Fusion. Что позволяет нам фактически создать файл на компьютере, который записывает все эти данные. Есть пара вещей, которые тебе нужно настроить на машине, чтобы заставить это работать. Это установка 261. Так что просто нажми тип настройки в 261, а затем стрелку вниз, которая приведет тебя прямо туда. Тогда я могу убедиться, что для этого установлено значение файл. А следующее значение 262. Это путь к файлу. Так что я собираюсь перейти к программе лист. Я собираюсь выбрать папку, в которую я хочу, чтобы это было отправлено. Я собираюсь нажать F3, пройти весь путь до настройки 262D Print, а затем нажать Enter. Теперь это мое местоположение D Print. Давай быстро посмотрим на файл, который записывается. Теперь мы можем видеть, что у нас есть компонент и функция, и здесь у нас есть сигнал тревоги о недопустимости. Так что наша деталь была на 8,7 миллиметра короче в X, так что это определенно стало бы ненужной деталью. И она была на 10 миллиметров шире вуай. Это, вероятно, сломало бы мой инструмент. И маленький главный совет. Вот номер компонента и номер функции, которыми можно управлять с помощью Infusion. Так что можно выбрать компонент Increment, который увеличит номер компонента и сбросит номер функции обратно на 0. Если вы не выберете это, номер компонента останется таким, какой он есть, и это увеличит номер функции. Так что, как я это делаю, если у меня есть три или четыре операции зондирования, я выбираю первую, чтобы увеличить компоненты. Так что большое спасибо за просмотр и скоро увидимся снова.